друзья привет мы вот тут с мишуткой и сереженька вышли на прогулку сейчас с вами прогуляемся по батуми не по распиаренному батуми для туристов а по месту где в основном живут протекает такая обычная жизнь здесь перемешку частные дома новостройки вот еще строятся дома видеть там облака пыли как раз какие-то работы ведутся вот сзади нас осталось вот если туда пойти будет улица пушкина сзади нас осталось такая новостройка симпатичная вот а здесь уже частные домики видите вот домик например люди стираются сушат бельгишка вот так мы сейчас там шли в сторону наклонялись мужчина что-то делать в своем садике мини садике так это у нас не шутками шутка у нас продолжает болеть сейчас сдали кровь воспаление сохраняется инфекция сохраняется поэтому продлили нам еще докса циклин на 10 дней я кстати не знаю знатоки есть что получится что уже больше трех недель она будет пить этот антибиотик как это влияет не повредит она вообще от такого количества антибиотика может быть мне кажется логичнее было бы сменить антибиотик потому что спустя две недели приема если не помогает значит нужно просто ну не знаю в общем не стала это муж общается с врачом не стал он спорить потому что там врач принципе образа когда мы обращались даже вверх ребят обалдеть лимоны обалдеть класс как же красиво это выглядит просто невероятно вот у кого-то в частном доме это вот такой вот дом немного заброшен до выглядит хотя видно что там смотри нарциссы очень красиво ну лимоны это что-то вообще вы посмотрите какие вкусные лимончики на веточке лавровый лист где вот это лаврушка да вот это дерево лаврового листа вот это хурма она вообще без без листиков мне кажется это хурма сереж нет не хурма да и кажется просто похоже у нас около на зилб похожее дерево поэтому я подумал что хурма ну может я ошибаюсь вот орех забор такой с надписями смотри 2010 кто-то отмечался до алое вот растет так на путях женщина только что проходила смотрел на нас как мы смотрим на всю эту красоту и улыбалась загадочно потому что понимает что мы наверное откуда-то приехали где все это недоступно даже сегодня вот серёжа на абоне был покупал ну мужчина там одного все время покупает лимон и апельсины целую огромную сумку взял там и мандарины и апельсины грейпфрукты и куча лимонов за 10 лари вы представляете так что вот просто такая жизнь грузинская батумская такой батумский вайп белишко сохнет кстати говоря когда мы приехали мы конечно не понимали зачем нужно вот так вывешивать белье и для нас это конечно было дико но пожив мы поняли что если в солнечный погожий день вот так не вывесить белишко то она у тебя никогда не высохнет потому что у меня постиранное сохло и три дня четыре дня пять дней и просто не высыхало а гнило потому что влажность здесь конечно дикой как только есть вот эти вот такие приятные погожие деньки сразу все вывешивают бельишко чтобы она высохла так смотрите проходим и прям вот низенько окна частного дома так вот улица кстати уже вовсю цветет мимоза вчера мы ходили так мешутку у нас тут не слушается вот красивый дом а дальше видите пристраивают новостроечку какую-то люди деньги зарабатывают есть земля на этой земле обязательно строят высотку и обогащаются тем самым вот вчера мы были там у нас церковь есть недалеко там здесь здесь недалеко есть церковь и там огромные деревья этой мимозы и она уже все она уже отцветает то есть мы привыкли к тому что нам воська 8 марта только завозят да и она только-только начинает распускаться и я думала что это там ну и откуда из краснодарского края оттуда где потеплее то здесь она уже отходит то есть мне кажется надо 8 марта не даже не доживет мимоза есть здесь вот такая церковь протестантская а вот смотрите еще как красиво да видите дерево цветет магнолия нет не магнолия как называется сереж помнишь покажем сейчас уже тоже отцветает были красные такие цветы стали желтые мы в прошлом году были в ботаническом саду здесь батуми кстати если вы не были то я вам очень рекомендую съездить и вот там тоже в саду лимоны видите вот там мы как туда заходили нас даже лимончиком угощали как называется это дерево но не магнолия нет не магнолия забыл камелия вот камелия как пройдем заешь так чтобы покрасившим показать людям жизнь в этом батумску но это не такой вот райончик не распиаренный мы здесь сами недалеко живем такой с обычный ритмом грузинской жизни давай выбирай путь заюш выбирай путь пути ну пойдем вот туда прямо пройдем путь война но у меня сегодня до путь война я вот после болезни от сама тоже мы с медведем одновременно мишутку нас отметился и машутка тоже собачкой тоже гуляет черная овчарка большая ух видимо непослушная вот там отживаешь девочка сейчас посмотрим все любой в порядке тут страшно конечно ну ничего мы справимся вроде у нас адекватная собака если что драться не будет так что у него встала ну все в порядке все в порядке а это как порода называется это овчарка необычная или обычная не немецкая бельгийская да овчарка красивый красивый пес высокий до полтора до молодой с 12 лет бабуля уже по сравнению с ним так идем дальше встреча о чем я там рассказывал я уже забыла о чем я вам рассказывал ну ладно давайте сначала так мишутка вот она у нас все все кусты имеется и вообще вот когда мы уезжали девушка которая присматривала за ней она говорит она писает кровью давайте срочно мотайте сюда ну и выяснилось мы конечно вообще на плохое настроились но выяснилось что у нее камни в почках операцию делать не надо пробуем вот все лекарствами убрать конечно кучу всего нам выписали и лечение собаки это конечно дорогое удовольствие здесь вот 130 лари например вчера сдали кровь 130 лари привет не надо бояться тимусь лёденький чего такое да что-то на меня там наругались а 140 лари да вот вчера 140 лари сережа отдал потом получается матчу сдавали 30 лари прием ну то есть уже больше 300 лари и естественно там корм специализирование надо который урина нужно кучу лекарств в общем тоже в копеечку мы с мишей встали сереже в копеечку вот друзья погода замечательная просто наверное градусов мне кажется 17 точно есть серёжа мне тут спину подставляет ну ладно мы снимаем одним дублем поэтому позволительно если мы одним дублем прогулку нашу вот как мы ходим гуляем тут а пойдем немножко туда дойдем прямо до церкви да вот это получается улица пушкина мы пересекаем вот такая движовая вот там кори фур находится овощи дорогие иногда там покупаю редко там все есть все красиво но потом он мишкин и друзья там видите тусуется ей очень нравится хайс но он на нее всегда нападает я уже вам как-то рассказывала в маленьких видео я перепрыгиваю с темы на тему мне нужно вспомнить о чем я вам рассказывала так доставка работы здесь у нас магазин для животных а сережа разговаривает у меня пока по грузински немножко я пока от этого далека ой как пахнет вкусно кто-то обед готовит здесь эти это мы идем здесь многоэтажки вот бельишка у людей телепается лифчики трусики никто ничего не стесняется все сушат как нужно вот кстати говоря интересно а почем утюг вопрос слушайте давайте посмотрим а вот я вижу 190 лари мы отвезли к маме отпариватели себе должны были запрать утюг и в итоге представляете мы забыли этот утюг и теперь мы еще не скоро поедем туда поэтому я предлагаю посмотреть сколько стоит утюг и он стоит 190 лари по-моему а да мы сейчас а вот смотри 50 а ну это тоже отпариватель я зайду можно я зайду да быстренько посмотрю хорошо посмотрим этим утюг комарсом так ооо смотрите тут интересно о 250 лари зашла за утюгом 240 так ну вот утюг и смотрите даже за 50 лари можно купить такой простой вот за 45 ну такой более-менее мне кажется вот 160 вон 110 140 120 ну какие-то фирмы да такие сомнительные я думаю но для утюга в принципе норм норм хотя как правило один утюг покупаешь и на всю жизнь он у тебя ну вот 130 лари вот главное что голубенький ребят так что какой то можно вообще вот простое 50 50 лари и все погладит потом мы ходим в мяты с Серегой оба я вон хожу у меня все джинсы мяты смотрите как это еще машина с сушкой она вообще так мнет вещи иногда да но у нас негде сушить на самом деле такой здесь большой магазин здесь вся техника но обзор не буду делать так где-то 130 лари такой 130-150 лари можно за 50 ну он такой прям совсем убогий на пару раз мы сегодня смотрели мне велосипед я хочу такой велосипедик с корзиночкой ну чтоб все как у людей понимаете короче можно ездить на воне за продуктами да конечно мне бы от дома отъехать на пару километров в общем я полагаю что 400 лари 450-400 лари вот так примерно такая цена причем в прошлом году то же самое стоило по-моему 300 лари мне велосипед предлагали достаточно хороший но это правда был конец сезона может быть и в этом тоже дело потому что все таки в начале сезона больше спрос на велосипеды ты думаешь еще не сезон да ты посмотри какая погода сереж это мы привыкли что сейчас не сезон сейчас как раз таки и набирает оборот сейчас будет вот весна и будут все кататься март апрель май а ты думаешь будет еще дороже так мы подходим получается к храму храм святой троицы на он называется здесь привоз кстати давайте посмотрим цены на овощи и фрукты здесь классная палатка вот это я всегда сюда хожу здесь покупать сюда и вот там чуть дальше сейчас посмотрим смотрите картошечка polar 50 но на боне дешевле на боне по 80 90 лару короче вы поняли 80 90 тетри лар значит свеколка 2 морковочка 2 кабачок 5 350 капустка обычная капуста polar на боне по 50 тетри лучок красный не видно почему вот баклаженчики 6 красный перец 8 да вы что 8 уже как подорожал до помидорчики 7 вот эти хорошие помидоры вообще кайфовы очень вкусные помидоры вот эти но я сейчас их не по ним по не покупают все равно как-то для меня не сезон по 5 помидоры есть огурцы 6 перчик зеленый 6 так чё по фруктам груши есть по 6 апельсины по 3 киви 5 яблоки вот хороший смотри 4 по 11 авокадо ну пойдемте дальше особо ничего нет но как приятно все таки жить в батуми вот и идешь у тебя тут пальмочки растут вообще всякие деревца красивые ну просто супер ну подумаешь немножечко вот так вот да ну это на самом деле убирают постоянно на этой улице сейчас тут я с собакой утром гуляю я вижу как работники тут метут убирают мусор выкидывают просто быстро мусорят ну на самом деле в турции мне кажется грязнее на плане если сравнивать турцию грузию по этим но они еще говорят что если мы мусорить не будем у людей работы не будет ну вот вот так например да здесь понятно что стройка какая-то здесь вот здесь я еще в основном фрукты овощи покупаю потому что здесь из окружающих палаточек здесь вот наиболее дешевые цены вот даже с той палаткой давайте сравним посмотрите 4,50 авокадо 15 помидоры 6,50 апельсинчики 4,50 киви 5 да у вас из всех палаточек такая самая бюджетная ну мы что-то здесь что-то в другом месте иногда где удобнее так в основном сюда доходим так что вот бананы сегодня я покупала 5,50 да я уже сегодня купила у вас да 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 хорошее вот айва есть айва да 5,50 тоже ну цены выросли мне кажется с прошлого сезона прям чуть-чуть поднялись цены а все рассказывают что цены упали ну на картошку только да на картошку только упали цены вот так ну может быть уже просто конец сезона еще поэтому сейчас когда уже новое вырастет будет подешевле вот так что так то с Сережей же общается ладно ну что пойдемте она требует внимания вот так вот вещи продают разложили но кстати здесь очень популярная тема секонд-хендов и вот здесь секонд-хендов очень много продает одежду мне кажется просто дом через дом секонд-хенд вот у людей бизнес конечно видно что здесь есть люди которые и ходят в эти секонды на самом деле для кого-то это целая культура да вот покупка одежды в секондах я раньше когда студенткой была много чего покупала но надо сказать что студенткой я была театрального института и нам нужно было как реквизит всякие разные платья под все жанры в общем мы были частыми посетителями секондов ну так для себя тоже могла что-то купить но потом кстати все эти вещи повыкидывала которые в секонде и потом с возрастом уже пересмотрела свое отношение к старью сейчас вообще не могу ничего старой не из-под кого даже мне мама говорит давай возьми книгу ну чтобы она дешевле стоила я говорю нет только мое это мы вышли на улицу чавчавадзе здесь такая бежуха ветер дует очень красивая конечно вот эта церковь вообще не знаю мы переходим дорогу и не знаю мы вообще уже с Серегой ходим целый день сейчас обратно пойдем так здесь нужно внимательно смотреть куда ты идешь и откуда меня пропускают отлично так надену-ка я карпюшон дует ветерок очень красивый храм он кстати говоря несмотря на то что здание католическое он православный в прошлый раз а вот смотрите мимоза и мои любимые нарциссы вот это мои любимые цветочки интересно сколько спросим в общем в прошлый раз как-то не очень удачно я зашла в храм в этот зашла там этот гроб стоит с покойником я думаю так мне как раз таки только этого и не хватало сейчас вот но как-то кстати жизнь после этого не задалась после этого похода как раз все болеют что-то как-то вот свечечки здесь всякая тоже утварь церковная ну пойдем сюда да вот там пивко вот видите человек пьет наслаждается жизнью что цветочки да расцвели смотри малюточки да красота ну-ка сейчас Мишутка их пометит да Мишутка конечно обязательно обязательно помечу скажи цветочки здесь возле храма фонтан работает он кстати когда темно светится разными цветами очень красиво выглядит ну и храм тоже когда включают подсветку когда они не экономят электроэнергию то очень красиво выглядит вечером вот ну насколько я знаю это не всегда бывает в основном и на какие-то праздники ого смотрите какая берлога там прям можно затусить кому-то ой ребята это такой кайф жить в таком зеленом красивом городе ну даже пусть мы сейчас прошлись не по туристическим местам и все равно какое-то такое ощущение приятное очень от этой прогулки вообще от энергетики города от того как люди тебя принимают в батуми жить хорошо нам нравится здесь такой ресторанчик все сидят отдыхают приятная погода можно хорошо проводить время встречаться с друзьями вот это мы уже зашли в старый город направляемся в сторону центра но мы скорее всего не пойдем свернем пойдем обратно домой вот смотрите дерево еще только камелия но только белая может быть я ошибаюсь друзья я не очень сильно в названии растений цветов вот но выглядит выглядит красиво солнышко связи вот пальмы рядом фонари так продолжаем свою съемку сегодня не пойду внутрь больше не хочу реально после прошлого раза здесь такой видите нищий памятник нищему так немного так так немного так немножко внутри тоже вековые где-то мои он идут тут красавчики там девушка красивая с дочкой и серёга там залив они гладили видим мешутку мешутку гладили до заверш очень красиво внутри да здесь батуми куда не посмотри везде красиво ягод нет спасибо что это интересно за ягодки покажи что внутри давай посмотрим непонятно косточка косточка да там ну не ешь серёж на всякий случай ну-ка чем-то зеленым да пахнет так все я я расслабилась меня отпустила накатила ладно идем дальше ну у них наверно другие святые давайте посмотрим а вот смотрите красную нитку можно купить провязать себе чётки чечки по 20 тетри кстати маленькие свечки по 20-30 тетри вот по 10 тетри даже есть так что поход в церковь в храм всем доступен интересно почем цветы спросить эти по лари думаешь да нет вряд ли но цены нету красивым людям и вот эти хочется узнала я у женщины стоят эти цветы 5 лари букетик 5 лари это где-то где-то 170 рублей идем дальше продвигаемся по улице чавчавадзе мы вернулись сейчас немножечко в парке прогулялись вернулись здесь есть кстати неплохая кондитерская но мы покупаем в другой мы покупаем там где не очень красиво но пипец как вкусно и недорого а здесь неплохо на дороговато как нам и летом здесь ели мороженое нам не очень понравилось ему что после этого перестали посещать это место вообще начало за много всяких разных заведений как грузинских так и турецких это я имею ввиду чавчавадзе начала а вот в той стороне но это тоже начало там порт до получается и вот около порта как раз если вы ищете где обменники то обменники там можно поменять все что угодно вообще улицы здесь красивые потому что очень много хвойных посмотрите какое количество елочек и у нас там где мы живем где мы живем в нашей квартире там это что у нас такое это у нас банк какой-то отель я не знаю что это за банк сиро . это мы на перекрестке сухой ассутиани получается вот туда в сторону моря мы туда не идем мы возвращаемся обратно откуда пришли сейчас будем переходить улицу чавчавадзе здесь нужно быть очень внимательным так ведь и не сразу останавливается здесь нужно обязательно не доходя до барьера посмотреть в ту сторону не едет ли кто-то и с этой стороны сделать ровно то же самое но в другую сторону быть очень внимательным но зато велосипедная дорожка сделана здесь можно через весь город проехать на велосипедке и надеюсь этим заняться поднять свое здоровье возможно этим сбросить вес потому что от углеводов отказаться не сильно получается я так и продолжаю нахачапуривать бока вот смотрите половинки лимончиков не знаю это к чему почему-то наверное люди так а вот кстати еще развальчик смотрите лар 50 апельсины яблоки 3 но здесь такое все не очень какой-то как будто залежал так идем дальше что-то распускается да посмотри какая прелесть а ты можешь снять а то мне уже рука не поднимает продолжаем с вами наш путь по теперь по улице лука сатиани кстати здесь я заметила ну не склоняется это дело то есть как он есть лука сатиани так и говорят улица лука сатиани так здесь вот кстати есть неплохой кафе здесь такая бабулечка официантка и очень вкусно здесь также разнообразие салонов здесь вот груминг но не для всех нам с медведем было отказано в груминге в этом салоне поэтому ездим мы на другой конец города или сами моемся адрес именно пушкина 98 работает хороший стоматолог доктор ослан я хожу только к нему и всем его рекомендую потому что это конечно супер супер врач я считаю супер специалист профессионал он импланты делает и коронки и лечит просто все отлично не больно мне вообще он делал анестезию для беременных потому что я не очень хорошо воспринимаю то что с да ну и он наверное есть вот командан с дельта клиник вот мы как раз проходим к мордиво карга то здрасте доктор ослан я поздороваться с вами да привет я с вами поздороваться просто делайте делайте да как ваши дела хорошо хорошо ну зайду как чет жарко у вас ладно хорошего дня чуть-чуть снимаю youtube на youtube и расскажу еще раз про вас напомним до зрителям что вы есть вот вообще видели какой классный кабинет вот такое вот кресло и человек сидит в окошко смотрит здесь так машины ездят деревца доктор ослан кстати нас звала поехать в холл он мы как-то все на шашлыки никак не соберемся а тут это еще какие-то поездки это же прям целое дело вырваться тоже работаем все не покладая рук и головы еще помимо работы нужно как-то развиваться учиться не бойтесь она хорошая добрая нужно развиваться учим английский в общем как-то пытаемся здесь кстати еще хинкали дом ресторанчик рядом с доктором асланом тоже хорошее заведение но только там не очень уютно если честно но все вкусно в принципе надо сделать снимок и к нему прийти вообще на смотрины ну мне же как всегда я вообще я буду до последнего откладывать потому что мне страшно пипец я очень у меня наш самый большой страх это зубной зубной и границы разного плана мои страхи мне кажется даже высоты не так боюсь вот сегодня слушала психолога который сказал что нужно обязательно как бы тренировать вот этот свой выброс кортизола скажем так взрослому человеку нужно обязательно смотреть ну конечно не каждый день и в небольшом количестве но смотреть страшные фильмы ужасы и обязательно какие-то экстремальные виды спорта что-то экстремальное для себя выбирать ну например я понимаю что для меня будет наверное экстремальным даже покатушки на роликах сейчас потому что я давно этого не делала друзья нашу прогулку мы сегодня начали вот там вот где-то там вот его показал вот это здание красивая новостройку и мы потом пошли так вот так дошли до церкви и круг сделали этом я вам снимаю у знакомой в гостях зашли посмотреть как тут проходит ремонт у них отличный вид конечно вот этот на горы смотрите это самим у видно или это видно смотровую площадку где на фуникулёре поднимаешься или это видно самебу слушайте мы шикарный конечно шикарно вот здесь вот здесь еще пока пола нет да в спальне вот получается здесь такая интересная квартира это двухкомнатная квартира понятно ламинат да здесь спальня да вот так телевизор будет висеть подожди не ходи туда я иду хочу снять не надо ругаться матом на канале так здесь ванную смотри в ванной уже все сделано плиточка лежит все осталось только сантехнику установить здесь тоже здесь кухня гостиной вот здесь еще одна спальня но какая подстава здесь спальня без окна видите спальня вроде большая комната хорошая такая добротная но нет окна и смотрите как люди вышли из положения то есть здесь будет окно когда дом сдастся на баланс вот я вам сейчас покажу напротив через грязное окно но вы поймете вот видите балкон и рядом окно и в общем вот на этой стенке вот тут прорубится окно просто на балкон будет как бы светлая хорошая комната полноценная двухкомнатная квартира эти квартиры очень плохо покупали потому что ну не все любят когда спальня без окна то что ну я люблю просыпаться и в свет вот и здесь кухня гостиная но класс здесь вот кстати классные вот эти ниши под шкаф сколько всего здесь можно вместить так то в остальном квартира классно и вот такого плана квартиру но немножко другой конфигурации продали в нашем доме за сто двадцать пять тысяч долларов с ремонтом с мебелью вот ну наверное это тоже также будет стоить потому что это было уже наверное полгода или год назад да то квартира за сто двадцать пять тысяч долларов несмотря на то что рынок немножечко подупал но в этом районе нет потому что это не туристический сектор и здесь конечно квартира нарасхват только я смотрю кто-то выложит квартиру же сразу ее покупают молниеносный вот так что ну эта квартира понятно не продается эта квартира нашей знакомой вот мы тут просто кое-что она нас попросила приезжали стройматериалы мы встречали их заносили вот что пойдемте проведали и уходим я не буду смотреть я сниму видео ты посмотри пожалуйста друзья вот мы в такой же точно квартире на только отремонтированные друзья нас сейчас попросили цветы полить мы зашли надеюсь они не будут против тут у них немножечко поснимаем вот такая спальня на смотрите какая классная большая комната да но она без окна и вот там получается вот так вот когда дом сдадут уже на баланс сделают окошко вот классные двери вот такая большая кухня гостиная видите вот как я говорила огромные ниши да куда можно поставить шкаф большой даже здесь еще какая-то у них там перегородка то сделано но это наверное не по проекту сделали так и вот здесь получается спаленка такая ух ты ша здесь вида нет да получается загороженная то у кого-то двор загорожен потому что здесь дом да но это конечно облом плане вида цветочки поливая конечно приятно так сидеть на балкончике да когда у тебя елочки когда у тебя столик ты можешь покушать попить вообще кайфануть только не говори что ты закрыл нас вот единство мне кажется что вот в на нашем балконе круче что у нас стекло сереж вот не надо так становиться вот я не могу зачем так становиться но это же опасно все равно не надо рисковать всем кай ой погод такая ребят по-моему распогодилась вообще тепло хорошо мне кажется градусов 19 тоже я вот в одной кофте вообще классно ну да серёга просто случайно в куртку надела он случайно в куртке супер ладно пойдем домой у нас план сделать коктейльчик начинаем делать коктейльчик значит у нас тут бананчик клубничка и тут вот серёжа два молока значит и подожди этого меньше налей вот этого побольше налей шоколадненького там полость его вылей полости и шоколад и банан и клубника вся самая любимая ладно друзья спасибо что посмотрели это видео спасибо что прогулялись с нами скоро с вами увидимся надеюсь может ему для вас что-нибудь дельное пока так в общем наша какая-то жизнь такая потовушная вам всем удачи хорошего настроения наслаждайтесь этой жизнью пока пока